Уже легче, слава Богу. Мы говорим с вами об основных периодах еврейской истории. И что-то вы знаете, что-то мы еще обновим в памяти. Итак, после Давида престол переходит к его сыну Шлома Соломону. Человек достаточно мудрый, известный. Он был достоин чести построить храм. И мы говорили, что храм — это то место на земле, где постоянно пребывала шехина. Это божественное присутствие. И при Давиде и Шлома еврейское государство расширилось до наибольших за всю свою историю размеров. С точки зрения государственной структуры, евреи первыми произвели разделение власти на исполнительную, законодательную и судебную. Исполнительная власть находилась в руках царя. Законы определял парламент еврейского народа, состоящий из наиболее уважаемых мудрецов. Законы определял парламент еврейского народа, состоявший из наиболее уважаемых мудрецов. Судебное разбирательство проводил еврейский суд Бейт-Дим, в состав которого входили люди, хорошо разбирающиеся в законе. После смерти Шлома в стране произошел раскол, и евреи разделились на два государства – Северное – Израиль, и Южное – Иудея. Несмотря на кровное родство руководителей, мы знаем, что государства эти таки не смогли вновь объединиться. На Северное – Израиль, и Южное – Иудея. Это на всякий случай, если вы не читали об этом. И несмотря на кровное родство руководителей государства, эти таки не смогли вновь объединиться. Мы знаем, что их правители, этих государств, нередко пренебрегали законами Торы, и в результате сначала Северное царство пало, а затем, после нападения царя Вавилона на Вахуда Носора, пало и Южное царство. Храм был разрушен, а евреи попали в рабство. Начался новый Галут – Вавилонский. Мы знаем, что пророки в свое время предупреждали об этом и обещали, что Галут закончится. И через 70 лет завоеватель Вавилона, персидский царь Кореш, в русской литературе Кир, разрешил евреям вернуться на свою землю. Кстати, вы знаете, с кем воевали 300 спартанцев? Кир, по-русски у нас Кореш. По истории это был вот тот самый Артаксеркс, который с Исфирью. Или его сын. Есть два вот как бы мнения. Либо это был он, либо это был его сын. Кореш. Или Кир у нас известный. Ну, как бы, история понятная. Из плена возвращается чуть больше 40 тысяч евреев и восстанавливает храм. И весь период, пока он стоял, называется эпохой второго храма. Весь период, пока стоял второй храм, называется эпоха второго храма. Этот период. То есть это храм, который отстроили те, кто вернулись из Вавилонского плена до того, когда его разрушил Тит. Римляне разрушили. Через год после завершения восстановления храма в Иерусалим с небольшой группой прибывает из Персии еврей по имени Езра. Мы знаем, что он был достаточно известный человек, пользовался большим авторитетом. И он обнаружил, что духовная жизнь евреев в Эрец Израэль в упадке. Более того, люди пренебрегают изучением Торы, соблюдением законом. Ну и все было достаточно сложно. Положение осложнялось еще тем, что немногочисленное в тот период еврейство перемешалось с язычниками. Так называемыми шомроним. В русских источниках самаряне. Да? Шомроним или самаряне, известные нам как самаряне. Кто такие были самаряне? Это смешанные браки, можно так сказать. Люди, которые имели различные смешанные браки, и они не отличались чистотой в взглядах, в служении и так далее. Поэтому вы видите, да, что когда Ишуа, например, присел у колодца, пришла самарянская женщина, для нее было странно. Все то, что там происходило. Вообще как бы иудеи с самарянами не сообщались. Почему? Потому что считали их ритуально нечистыми. Суржиком. И мы знаем, что Езра вместе с Неемией смог восстановить в Ариц Израиль нормальную еврейскую жизнь. Отстроили Иерусалим, возобновилось изучение Торы, начали действовать еврейские суды в согласии с еврейским законом. Снова было создано собрание из 120 величайших еврейских мудрецов. Оно называлось Кнесет Хагдолла. Великое собрание. Хагдолла. Через 30 лет количество его членов сократилось до 71, и оно получило название Сангидрин в русской литературе Синедрион. Многие читают, да, и как бы не в курсе, откуда взялся этот Синедрион и кто они такие. Сангидрин. Сангидрин. Тем временем Иерусалим снова оказался в руках завоевателей и вошла в состав империи Александра Македонского. Мы знаем, что Александр относился к евреям с большим уважением, то есть достаточно терпимо. Вообще один из его таких моментов, что он вообще относился терпимо к вагам и так далее, тех народов, которые он завоевывал. Но после его смерти империя раскололась на четыре части. Помните это, да? И евреи попали под иго греко-египетской династии Птоломеев. Птоломеев, да. И все больше и больше евреев превращались в греко-еврейской национальности. То есть ассимилировали. Им навязывался определенный образ жизни. Несмотря на то, что стоял храм, Антиох Эпифан из рода Птоломеев под страхом смертной казни запрещал выполнение важных еврейских законов. И мы знаем, что произошло восстание, революция. Прекрасный праздник, который мы знаем, как что? Мнения разделились. Вы меня пугаете. Ханука, да. Ханука, правильно. Борьбу в этой революции возглавил Каген Матитьяху Хашманай и его сыновья Йоханан, Шимон, Ягуда, Элизар и Йонатан. Борьба превратилась в войну. Сражавшимся за свободу евреями руководил третий сын Матитьяху Йогуда по прозвищу Маккаби. Слышали, да, такое? Вот почему эту войну называют Маковейской, а евреев, участвовавшие в ней, Маковеями. Мы знаем, что в ходе войны храм освободили и осветили заново. Был заключен союз с Римом и страна получила относительную автономию. И во главе евреев стояли цари из рода Хашмонаев. Повторить что-то? Все? А? Хашмонаев. Рот. Хасмонеев у нас. Это был Рим. Это был Рим, который просто был оккупантом. И все. Маковейская война была, да. Мы не разбираем подробно каждый из этих моментов, эпизодов, но как бы вы... Если вы хотите узнать об этой революции, можете почитать книги Маковеев, да, там написано, как это было. Другие моменты. В это время среди евреев появляется разный подход к изучению Торы. Часть из них называла себя Цедуким. По-русски принято писать Саддукеи. То есть, начинаются различные течения в подходах к изучению Торы. Цедуким или Саддукеи заявляли, что устная Тора ни к чему не обязывает, и поэтому многие законы, чтобы идти, так сказать, в ногу со временем, можно отменить. Можно отменить, да. Ну, то есть, они в определенном смысле были реформаторами. Другая часть Есеи проповедовали аскетизм, то есть, отказ от нормальной жизни, вегетарианства, самобичевания, воздержания и даже безбрачия. Есеи. Да. И, несмотря на искренность и тех, и других, сейчас не осталось даже следа в еврейской истории. Что, в общем-то, можно продемонстрировать, знаете, как бы, насколько опасно пытаться исправлять Тору в духе времени, так сказать, или по моральным соображениям. То есть, Тора есть Тора. И была третья группа людей прушим. По-русски обычно часто пишут фарисеи. И много они были тогда в меньшинстве. Мы не будем сейчас разбирать, были еще воинствующие такие. прушим или фарисеи. Идем дальше. В 63-м году до нашей эры римский полководец Помпей вошел в Иерусалим. С этого момента начинается противостояние евреев и римской империи. в 63-м году до нашей эры. Да. Вошел римский полководец Помпей в Иерусалим. Ну, то есть, оккупант. Если вы хотите более подробно узнать об этих событиях, почитайте Иосифа Флавия «Юдейские древности» и «Иудейская война» такие две книги есть. Они, быть, покажут вам сложными, но там подробнейшим образом разбираются, как это было. Да, «Иудейская война» и «Иудейские древности» называются книги. Они, ну, как бы, широко известны. Да, начинаются потихонечку бунты различные, всяческие. Вы же понимаете, еврейский народ, он спокойно не жил. И в 66-м году нашей эры в Иерусалиме вспыхнуло восстание, которое затем переросло в тяжелую кровопролитную войну на всей территории Эрец Израиль. Восстание, да. В ходе войны евреям удалось освободить Иерусалим, но в конце концов огромная римская армия победила. Около трех миллионов евреев было убиты, очень много было угнано в рабство. Последним очагом сопротивления была крепость Масада, Мецеда. Она держалась до 73-го года, и когда уже не оставалось никакой надежды, там оставалось 960 человек крепости, защитников, и они покончили с собой все. Но мы знаем, что самым ужасным итогом восстания с еврейской точки зрения было то, что в ходе войны в 70-м году полководец Тит, будущий император, сжег Иерусалимский храм и начался новый период Галута. Да. Наши эры. Интересно, что произошло, это как и разрушение первого храма в один и тот же день на 9-е Ава. Да. 9-е Ава. Мы будем потом праздники с вами просматривать. Очень интересный день. Йомхашуа, да. Очень интересный. Интересно, чтобы... Следующее. Чтобы спасти еврейскую традицию, раби Йоханан бен Закай восстановил Сангидрин в маленьком городке Явне. Вот это та часть истории, которую вы не знали по христианской традиции, скорее всего. Чтобы спасти еврейскую традицию, то есть мы понимаем, да, что еврейский очаг, он угас не совсем, он разрушен, скажем так, до земли. Иерусалим, если я не ошибаюсь, перепахали просто. Сделали полем. В прямом смысле. Понимаете, да? Что вот представьте, государство, которое уничтожают. Вот так вот просто физически берут и... Кого убили, кого в рабство, кого там на гладиаторские боя и все. А храм, источник всего, разрушен. Вы только вот задумайтесь, насколько это серьезное дело. Был центр всей духовной жизни. Все было сосредоточено вокруг храма. Нельзя было решить вопросы греха в другом месте. Только там. Вот просто ну, хочешь как хочешь, только там. Только определенным образом, только определенными какими-то действиями. Если вы почитаете историю Иосифа Флавия, то достаточно ужасные события там описаны. Если посмотреть, ну, фактически глупость и упрямство самих же евреев повлекло на себя те действия, которые мы видим. Разрушение. Одна партия, они не так с римлянами сражались, как сражались друг с другом. Натурально. Последователи зелотов, с истеями и так далее, и так далее. То, что там творилось, это просто непередаваемо. Непередаваемо. Если Флавий говорит, что было на тот момент как раз пришли люди посещать Иерусалим, Иерусалим был переполнен паломниками, около трех миллионов человек находилось, если я не ошибаюсь. И так, что люди, когда умирали от голода там и войны, говорят, что кровь, она переливалась практически через подоконники. И вот эти люди умирали на крышах домов, эти дома проваливались, потому что ужасные вещи там описаны. Иосиф Флавий в общем постарался описать все так. Правда, пророчество сбылось, то, что говорил Иисус, что будет... Это один из таких действий. Обратно же, мы сейчас не разбираем это в подробности. Вы должны просто для себя сейчас увидеть кайму определенные важные этапы. Следующий этап, он очень важный. Чтобы спасти еврейскую традицию, раби Йоханан бен Закай восстановил Сангидрин в маленьком городке Явна. Явне. Бен Закай. Очень интересный раввин, кстати. Говорят, что его сняли. Ты делал его такой интересный, тоже достаточно известный раввин в еврейской истории, раби Акива. Он был его учеником, он женился, если я не ошибаюсь, на его дочери. Она его, в общем-то, и сделала тем раби Акивой, который мы знаем сейчас. Это очень, очень влиятельная личность в иудаизме, раби Акива. Фактически, он стал отцом всего того анистического иудаизма, который есть сейчас. И личность очень неоднозначная, но повлиял он невероятнейшим образом на то, что происходило вообще потом, веками и происходит до сего момента. В частности, он поддержал восстание Бар-Кохбы, человека, который был назван Мессией, это был Лже-Мессия, Шимон Бар-Кохба такой, в 135, в 132-135 годах. И интересно, что для того, чтобы занять должность раби Йоханана Бензекая, раби Акива очень достаточно долго подсиживал его, можно так сказать. Ну, я вам по-простому рассказываю, там было целое приключение у них. Но в любом случае, Бензекая обвинили в том, что он начал водиться с Нотсрим. Иными словами, с христианами. Да. И я помню, что был вот Шулам, он говорил о том, что есть запись о том, что Йоханан Бензекая, он покаялся, он был верующим человеком в конце, мессианским евреем. Мы понимаем, что параллельно всех этих событий начала существовать церковь. Да? Мессианская община. То есть она образована была вот в это же время. Были ряд чудес, связанных с тем, как проходило восстание, как был именно разрушен Иерусалим. И, если я не ошибаюсь, Йосиф Флавий описывает, что в определенный момент каким-то особым образом верующие евреи, они вышли перед разрушением Иерусалима, вышли с города. Бог их вывел. Да. Было пророчество, были разные знаки перед разрушением Иерусалима. На что они вышли. Итак, значит, для нас важно для себя как бы определить. Весь центр, он переносится в город Явне, то есть с Иерусалима. И возглавляет эту школу, восстанавливает Синедрин Йоханан бен Закай. В 132-135 годах вспыхивает новое восстание. Во главе его становится Шимон Бар-Кохба, сын Зари, да? Шимон сын Зари, Бар-Кохба. Потом его имя изменили на Бар-Козива, сын позора, по-моему, как-то так, или лжи, да, я не помню дословно. Его поддерживает раби Акива, один из, как говорится, величайших еврейских мудрецов тех времен. Более того, он не просто его поддерживает, он объявляет его машехом. Многие евреи верили, что пророчество о восстановлении храма суждено исполнением. Они верили, что Бар-Кохба восстановит храм, возглавит восстание, и благодаря тому, что он является Машиев, Бог сотворит чудо, и все будет хорошо. Но мы знаем исторически, что Бар-Кохба оказался уже мессией. И вы помните те месские ожидания, которые были, например, у учеников Ишуа. Вы помните, когда они приходили и говорили, не все это время восстановишь царство. Вопрос царства стоял для них оптично. Они даже рассуждали, кто где сядет в этом царстве. И поверьте, когда они говорили о царстве, они не говорили о царстве небесном. Они говорили о восстановлении конкретного царства, царства Израиля. И ожидали, что Ишуа, он поднимет восстание против Рима, всех раскидает. То есть те же ожидания были в каком-то смысле, как и ожидания от Баркохбы. Что? 132-135. Римская империя, конечно же, бросила против этого восстания огромные силы. Это восстание было практически утоплено в крови. Духовных руководителей вождей, в том числе раби Акиву, казнили в Риме самыми жестокими видами казни на глазах у толпы. Если я не ошибаюсь, с раби Акивы, по-моему, кожу они сняли. Ну, так, чтобы повадно не было. Такие были нравы. Поэтому, чтобы не допустить возобновления еврейского присутствия в Эрес-Израэль, Иерусалим был перепахан валами, леса сожжены, рощи вырублены, а поля засыпаны солью, чтобы ничего не росло. Евреям запретили появляться в бывшем Иерусалиме, изменили даже название страны. Чтобы стереть саму память о еврейской земле, ее стали называть не Иудея, а Палестина по имени исчезнувшего народа филистимлян. Чтобы вы знали это. Вы знаете, что это название сохранилось в европейской науке наших дней. И сейчас мы знаем, как Палестина, но не задумываемся, откуда это. Так называли римляне. В дальнейшем некоторые из римских императоров ослабили антиеврейские законы и даже покровительствовали евреям. Например, тот же император Юлиан, где-то около 2200 года нашей эры. Но тем временем мы помним, что в Римской империи набирала силу новая религия, христианство. Начало, ну, как бы, параллельно вы же должны понимать, что с событиями в еврейском мире начало происходить тоже в еврейском мире определенное важное событие, явление церкви, еврейской мессианской общины, верующие, которые состояли из евреев, которые приняли еврейского Машиеха и Шо. И вы должны понимать, что еврейская традиция рассматривает это событие как появление некой секты. То есть на христианство смотрели с точки зрения иудаизма как на секту, которая появилась на одной из ответвлений иудаизма, которая была сначала маленькой, хотя это не так. Мы знаем, что буквально в первые же месяцы христианство, количество верующих евреев, христиан, последователей Ишуа, учеников Ишуа, было больше, чем филистимлян, фарисеев и прочих. Если я не ошибаюсь, на момент деяния второй главы, которые мы знаем, в Иерусалиме было около 8, вообще, даже не в Иерусалиме, партия фарисеев насчитывала около 8 или 10 тысяч всего фарисеев. И мы знаем, что там, допустим, в первый день 3 тысячи мессианских верующих. Оп! То есть, вы понимаете, вот их не было, и тут оп! А потом написано, что многократно, приближая, больше, 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 больше. И потом дальше Павел говорит, сколько тысяч уверовавших из Иудеев, да, и все они десятки тысяч, да, то есть, говорят, тысяч было верующих в Иерусалиме, рожденных свыше. Я не могу точно, ну, как бы, ссылку на, ну, вот я слышал такую цифру. И мы знаем, что при императоре Константине христианство становится государственной религией Римской империи. И иудаизм объявляется вне закона. Исторически мы видим, что этот Галут оказался самым долгим, и он продолжается до наших дней. Поскольку сегодня большинство евреев живет вне земли Израиля, и храм не восстановлен, храм. Трудно себе даже представить, чтобы какой-либо народ, он мог существовать столь долгое время, не имея своей страны, земли, единого правительства, единой какой-то тактики, что ли, выживания. Еврейский народ выжил благодаря Торе. Это то, что их объединяло, независимо от того, где они были. И мы понимаем, что несмотря на то, что евреи были объявлены вне закона, они не исчезли, не растворились, еврейская жизнь, она продолжалась, хотя и в новых трудных условиях. Место государства заняли общины. Жизнью еврейских общин руководили люди, известные высоким уровнем знания в Торе и организационными способностями. понятно, да? При этом жизнь этих общин зависела от отношений окружающих их народов и от прихоти властелинов, которые жили на тот момент. Сначала центр еврейской жизни был на территории бывшего Вавилона. Именно там была закончена редакция Талмуда, так называемый Вавилонский Талмуд. Мы будем говорить об этом подробно, когда будем разбирать книги. Но затем еврейская жизнь пришла в упадок. Новый рассвет еврейской учености начался в странах, находившихся тогда под властью ислама. В Испании, Северной Африке, Южной Франции. И мы знаем, что в это время очень сильно поощрялось переход евреев в христианство. То есть всячески пытались загнать правдами, а чаще всего неправдами, принуждениями, угрозами евреев в христианство. И разрыв между церковью и евреями он все больше и больше увеличивался. конечно. Всевозможные гонения, всевозможные изгнания из Испании, из Португалии, из других стран периодически случались, буквально так, приходили, царский указ, в течение трех дней все евреи должны уехать из страны. Представьте, что вам сказали, в течение трех дней вы должны покинуть Украину. Что делать? Без вариантов. Вы понимаете, да? Пытаешься продать свой дом, его покупают за такую цену, что вообще смешно, там за 3 рубля. И ты понимаешь, что если не сейчас, то ты даже эти 3 рубля не получишь. Ты никогда сюда не вернешься. Никогда. А если вернешься, тебя убьют. поэтому разорялись целые огромные количества людей. Огромнейшие. Поэтому мы видим, что евреи продолжали скитаться по странам, то там, то здесь находили это временный приют. И очень много было в 19 веке в районах Польши, Литвы, Украины. были введены так называемые черты оседлости, то есть территории, которые огораживали жительство евреев. То есть если ты еврей, ты мог жить именно там. Ну, также известны слова для нас это погром. Тем не менее, еврейское присутствие в Ариц Израиль фактически никогда не прерывалось, но было весьма незначительным. И с 18 века начался процесс называемый еврейской традицией как Шиват-Сион, то есть возвращение в Сион. В Сион. И мы с вами подходим к возникновению современного государства Израиль, которое было основано в 1948 году. есть, да? И сейчас мы с вами немножко поговорим о даровании Торы и о заповедях. То есть мы сделали как бы обзор основных ключевых моментов. На некоторых мы остановимся более подробно. Дарава события события всей еврейской истории, а с точки зрения традиции и мировой. Всей еврейской истории, а с точки зрения традиции и мировой истории. Примерно 3300 лет назад, когда вышедшие евреи из Египта стояли у горы Синай, Всевышний дал им великий подарок Тору. Благодаря этому событию сформировался еврейский народ. И это не относилось только к тем 600 тысячам, которые стояли тогда у горы. Почему мы говорим о том, что Тора была дарована, а не получена? Как вы думаете? Красивее и лучше, да. Тора была дарована всему еврейскому народу, но не приняли ее в равной степени. Дарование акт одномоментный, то есть когда я дарю в конкретное время, в конкретном месте. Получение это постоянный и повсеместный процесс. С одной стороны, Бог нам дарует Тору, но с другой стороны, нам нужно ее получить. Поэтому получение требует приложения индивидуальных активных усилий каждого еврея. Всем евреям подарена Тора, но не все ее получили. Понимаете, да? Всем нам подарено спасение, но не все люди получили это спасение. Очень просто. Дарование это одномоментное действие, происходит в конкретное время, в конкретном месте, получение это то, что мы делаем сами в любое время. Еврейская традиция учит тому, что на горе Синае была дарована вся Тора, а именно письменная и устная Тора. И еврейская традиция учит, что из письменной Торы еврейский народ знает о сотворении мира, о становлении человечества, своей собственной истории. Из письменной Торы узнают об особой функции земли Израиля и о праве еврейского народа на эту землю. о своей национальной задаче и о будущей судьбе, а также о физических и нравственных законах мира. И еврейская традиция также учит, что сам текст Торы это отнюдь нелегкое чтение, что он сформулирован так, чтобы оставить много неясности, пробудить вопросы. И именно на эти вопросы отвечает устная Тора. Это очень важный момент, друзья. Еврейская традиция учит, что чтение Торы имеется ввиду письменной книги, понимаете, да, подразумевается, допустим, первые пять книг или Танах, как мы говорили в начале с вами, сформулирован настолько сложно, что без объяснения устной Торы вы ничего там не поймете. Как бы вы там не бились и просто нет у вас шанса. Ну просто нет и все. Кроме вопросов ничего не получите. А также, что без нее безустной Торы письменная Тора осталась бы просто памятником древней культуры, к которому конечно же относились бы с уважением, но актуальным источником еврейского осмысления мира на протяжении тысячелетий она стать не смогла бы. Что вы об этом думаете? Неправда. А почему вы думаете, неправда? Может бы и осталось памятник. Интересно, да? Так. идем дальше. Я думаю, что здесь мы должны разобрать этот вопрос более подробно. И давайте мы пойдем таким образом. Мы понимаем, что библейский закон, то есть Тора, не является набором религиозных директив для верующих людей. Тора является национальным законом, управляющим Израилем, как землей, так и народом. Независимо от того, находится ли народ в этой земле. Это он включает себя как гражданский так и уголовный кодекс. Определением того, что есть Тора, таким образом, является определением запрещенного и разрешенного поведения, того, какую национальную политику и цели следует избирать, а каких остерегаться. Правильно? Кивните хотя бы, если вы поняли. Если не поняли вот так. А вот так не надо. Да. И мы понимаем, что устная Тора, она очень тесно связана с таким понятием, как авторитет раввинов. Встречаем ли мы понятие раввинов в Торе или Танахе? Да? Где? Он был раввином? Ну, давайте все в кучу слепи. Кто как думает? Когда появились раввины? После того, как исчезли священники. Совершенно верно. Мы часто берем какие-то вещи, знаете, как бы их раз в кучу слепили и сказали вот так правильно. Чем занимались священники? Принесили жертву, учили народу. То есть, были определенные места, где люди приходили учиться. Учили левиты. Правильно? Помните, мы читаем разные истории людей, например, в царство писана история одного левита, которого пригласили священодействовать. Помните, да? Например, сама функция подразумевала колено, отделенное для определенных целей среди других колен и занималось образование. Мы видим, что были синагоги, потому что, допустим, мы читаем, что Ишуа пришел в синагогу, ему подали свиток Торы. Мы видим, что были определенные школы. Помните, когда он был маленьким, в 12 лет, он пришел в храм и говорит, как он знает это все, не учившись. Да. То есть, было определенное обучение, но те люди, которые были тогда, они не назывались раввинами. Не назывались раввинами. Как и в Танахе нет такого понятия, как раввины. И только устная Тора может утверждать их в качестве авторитетных толкователей и хранителей Торы. Только устный закон определяет их место и власть. И мы сейчас разберемся, почему это важно. определяет их место и власть. Смотрите, какой интересный момент. Если мы сейчас соприкасаемся с еврейской традицией, мы, принимая то или иное действие в Галахе, должны понимать, откуда исходит это действие. Например, мы берем Песах. Вы были на Седере, Ну, большинство из вас были. Вы видели, что существует определенный Седер, определенный порядок того, как проходит Песах. Берем чашу туда, поднимаем ее, там, 10 казней, а после этого идет вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Кто решил, что так должно быть? Устная Тора решила. Дается определенный порядок. И нам нужно понимать, как нам относиться к тем или другим вещам. Если вы подойдете, допустим, пообщаетесь с кем-то из артокциальной среды, вам объяснят о том, что это нужно делать, потому что раввин такой-то сказал так-то. А если вот так-то, то это вот так-то, потому что раввин такой-то получил откровение такое-то. Ссылки на законность того или иного действия, они уходят корнями в тот авторитет, который имеют раввины. Поэтому важно понимать, откуда у них этот авторитет, какое право у них есть толковать таким образом и утверждать, что это именно вот так и никак по-другому. Какая власть у них есть, это важно понимать для себя, потому что некоторые мессианские верующие, увлекаясь вот такими вот увлечениями, учениями всевозможными раввинов конкретно, устной торы, они теряют то драгоценное, что у них есть, они теряют спасение, в прямом смысле, в прямом смысле, просто доверяя авторитету раввинов. Поэтому нам важно понимать, на чем основан этот авторитет. Что утверждает власть самого устного закона? Нам важно, чтобы понять это, нам нужно понять, откуда появился и какова цель устного закона, потому что это все понятия неотделимы друг от друга. знание происхождения и цели поможет определить нам источник. Откуда появился устный закон? Если бы устный закон, то есть мы перед этим с вами говорили, что по еврейской традиции во момент дарования торы был дан и устный и письменный закон. Если бы он был дан однажды на горе Синаи, раввинистический иудаизм был бы продолжением божественного откровения в то время. Правильно? Вы ну как бы со мной? Я не вижу ваших глаз. С другой стороны, если устный закон не был дан на Синаи, это означает, что он возник позже с помощью каких-то иных средств. То есть иными словами мы бы уже знали о раввинах с той поры. Логично, правда? Как бы предположить, если он был тогда дан в раввинистический иудаизм, он пришел оттуда, значит мы бы уже имели какую-то базу самых различных документов. Чтобы определить, когда впервые появился устный закон, нам нужно точно знать, что он собой представляет. В Талмуде есть три связанных между собой, но значительно отличающихся и изолированных друг от друга заявлений относительно устного закона. Устный закон является отдельным божественным откровением, данным Моисею на горе Синай. Отдельным божественным откровением, данным Моисею на горе Синай. Пишите. Вы сейчас может быть не все поймете, но вы разберетесь. Я вам постараюсь это помочь. Устный закон является отдельным божественным откровением, данным Моисею на горе Синай. Итак, Талмуд сам предлагает несколько источников, откуда появился закон устная Тора. И они говорят о том, что это было отдельное откровение, данное Богом Моисею на горе Синай. Следующее заявление. Устный закон является расширенным толкованием и развитием письменной Торы, которая была дана Моисею. И расширенным толкованием и развитием письменной Торы, которая была дана Моисею. И третье утверждение, которое делает Талмуд. Устный закон является оградой вокруг письменной Торы. То есть мы сейчас пытаемся понять, что такое устная Тора с точки зрения Талмуда. Является оградой вокруг письменной Торы. И мы делаем перерыв. Ура! Тормуда.